Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вашему вниманию представляем недельный обзор, подготовленный специально для вас команда ИнстаФоркс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Американские фондовые индексы в пятницу 7 июля продемонстрировали позитивный настрой благодаря статданным по рынку труда США. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,45% до 6153,08. По итогам недели индекс заработал 0,2%. Между тем, индекс Dow Jones Industrial Leverage достиг отметки 21414,34. За всю прошедшую неделю снижение показали 23 из 30 компонентов, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Cisco Systems. Лидером были акции Nike. Недельный рост индекса составил 0,3%. Индикатор Standard & Poor's 500 поднялся до уровня 2425,18. В отраслевом разрезе за период с 3 до 7 июля наибольшее снижение показал сектор коммунальных услуг, а максимальное повышение продемонстрировал сектор промышленных товаров. Недельный рост индекса составил 0,1%. В пятницу стало известно, что число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тысячи. При этом аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения на 174 тысячи. В то же время уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%, хотя эксперты не ожидали изменений. Однако рост зарплат был чуть ниже прогнозов, и это негативно сказалось на курсе доллара и позитивно отразилось на индексе Dow Jones. Стоимость акций производителя микрочипов Qualcomm выросла на 1% по итогам торгов в пятницу. В четверг компания подала жалобу в комиссию по международной торговле США против Apple, обвинив производителя iPhone в нарушении шести патентов. Qualcomm настаивает на том, чтобы регулятор запретил импорт продукции Apple, в которой задействованы эти технологии в США. Котировки акций производителя консервированных супов Campbell's Soup увеличились на 0,2%. Компания сообщила о планах приобрести конкурирующую Pacific Foods за 700 миллионов долларов. Campbell заявили, что в первые 12 месяцев поглощение не принесет никакого дохода.